Народ, куда мир-то летит, ась? Не, ну я всегда знал, что психов кругом полно, а в специализированных учреждениях палаты занимают только те, кто спалился. Но о времена, о нравы. Видимо, критерии день ото дня меняются. Сорян, крик души к новостям. Ола, амигос! И уверен, многие, как слышат, о судебных делах в Штатах тихо прифигевают. Что от обвинений, что от сумм, на которые там народец попадает. Кофе в маке на себя пролил, потому что криворукий. На тебе лям. Лям. Кошку в микруху запихнул, так как в инструкции ничего запрещающего. Подобные действия не было. На тебе лям. Суперклей в задницу залил лям. И еще один за изобретательность. Да один трам, чего стоил со своей писательницей, что обвинила его в изнасиловании в примерочной и стрясла лямчик другой. А когда он оправдываться начал, назвав все это враньем, ему еще и иск за клевету прилетел. Ибо дама врать не может. А слова его ранили писательницу, нанеся тяжелую психологическую травму еще на десяток лямов плюсом. А когда он на вид поставил, что она не в адеквате, и даже собачонку свою назвала женским детородным, тут еще десяток второй-третий мульонов догнал. Ибо кличку питомца он произнес хоть и правильно, но сделал это без должного уважения. Из-за чего песик сон потерял и гадить в доме начал. И все к таким порядкам вроде привыкли, но тут особняком пошло дело против маска. И в суд рванули уже акционеры. После того, как пришло время условия договорчика выполнять. Но если кратенько, то когда Тесла стоила 50 миллиардов, договорились они, что Маск получит опционный пакет вознаграждения в 50 миллиардов. Если сможет выполнить план компании и за 10 лет вывезти ее в монстры с капитализацией за триллион. Вложил рубль, получил 20, в качестве комиссии отдал рубль. Все просто. А вот когда сию чудо случилось, тут-то они и напряглись, и в суд побежали. Мол, аху-ху, ниху-ху. И вот плясали там юристы с бубнами, и таки суд встал на их сторону. Мол, то, что в договоре прописано, может и правильно, но никогда таких цифр еще в природе не фигурировало. А Маск обурел, и сумма эта непостижимо неописуенно, и мы даже написать ее правильно не можем. Так что Маск был официально кинут. Но вся прелесть заключается в том, что теперь Тесла, проигравшая дело в лице Маска, должна заплатить 6 миллиардов юристам, что помогали акционерам Тесла. Но эта же сумма не непостижимая, так что нормас, заплатят. А меж тем, где-то совсем рядышкой. Закон и справедливость брали новые высоты, где, значит, в Трюдо-ленде. Где смотрящего осенило, что народец местный свободами злоупотреблять начал. Берега попотал, при злым заплатил за предобрейшее. И гадости всяческие про Трюдо-шеньку, и не только про Трюдо-шеньку публиковать смеет. Точнее, даже не смеет, а смел. Да и вообще, кому в голову идея пришла, что законы не должны иметь обратной силы. Но это же бред полнейший. И вот вкатали там новую норму за хейт-спич, по которому притянуть можно будет любого, кто что нелицеприятное сказанул, аль написал. Но не завтра, а в течение своей жизни. Ежели следы найдутся. Послал кого-нибудь на юг, где-нибудь на пабликах, аль чё нетолерантное ляпнул. И опальники. И вот если найдут, чё такое, то обиженке надо будет 20 тысяч долларов компенсировать. Ну а если пострадавшего лица не обнаружат, то 50 тысяч в бюджет во имя процветания царствия Трюдо-ва. Сурово, конечно, но есть и альтернативный вариант, есть я ничего не путаю. Ежели вдруг, не дай боже, денег, чем ручку позолотить не будет, ну всякое бывает, то всегда можно как гражданину страны к достижении медицины местной обратиться. Там вроде ещё бонусом идёт полное освобождение от налогов и прочих правонарушений, и вообще от всего. Ведь Канада страна возможностей. И да, кто-то скажет, амиго ядрит, ты не настоящий, ты понарошку. И новость у тебя лажь полнейшая. Не может такого быть. Не, мир, конечно, винтом идёт. Но чтобы такие осложнения на мозг пёрли, это прям фантастика. Но может и понарошку, может и фантастика. Но я б тут с вами поспорил. Точнее, не я, я-то кто, пф. А вот авторитету учёнышек вы точно ничего противопоставить не сможете. А они намного свет пролили. О чём мы написали в The Washington Post. И у Эврика ковид оказался куда более коварен, чем все думали. Его последствия могут эхом доноситься через года. А точнее, переболевшие им могут терять по 6 баллов IQ каждый год. Ну, пока человече до уровня морской свинки не опустится. Для лучшего понимания, подобные рецидивчики частенько наблюдались у тех, кто переживал сильные травмы головы. Ну, а если там, например, из-за занятий спортом, каким травмоопасным и так были травмы головы, плюс ковид, тогда вообще тушите свет. Но я ни на что не намекаю, просто научные изыскания вам пересказываю. Ну, в статье так написано. Тридок, кстати, ковидом 2 года назад переболел. Да и Байден тоже. А хотя, при чем тут Байден? Тем более, он на днях медосмотр прошел. И доктор сказал, что единственная проблема – это то, что он ведет себя намного активнее, чем предполагает его возраст. Вчера даже вопросы у дочерения поднимались. Или это встреча с главой государства была. Каюсь, друзья, не силен я еще в дипломатическом этикете. Можешь целовать в макушку, паотически при встречах первых лиц – это уже и норма. Еще раз о времена. С другой стороны, пока никто ниц не падает и ручку не целует с воплями о своем суверенитете. Отличного дня. Пока.